Сегодня мы будем играть ритм и блюз, рок-н-ролл, чикагский блюз. То, что нравится, то, что ближе к душе, так сказать, сердцу, то и играем. Если бы мутный фестиваль проводили на открытом воздухе, то без всяких сомнений несколько сот, а может быть и тысяча человек как минимум была бы вокруг нас. Потому что это действительно знаковое мероприятие. Надо правильно понимать, мероприятий блюзовых подобного уровня, когда такое количество музыкантов у нас, ну просто замечательных, лучших, без всяких сомнений сейчас на сцене блюзовой России, у нас в Томске таких мероприятий такого масштаба не было. Многие думают, что это скучно, и это так и неправда. Дело в том, что блюз – это музыка, которая позволяет вам забросить, наоборот, груз проблемы и почувствовать себя лучше. И вот моя задача, как артиста, сделать так, чтобы вам было лучше после концерта. Соответственно, мне. Говорят, что там вот джаз. Это же не стиль такой, это вселенная. Некоторые там джаз ассоциируются с каким-то таким ретро, чем-то таким, а на самом деле это же не так. Это вполне живая вещь. То есть это не музей московых фигур. Субтитры создавал DimaTorzok Чуть позже джаз, а в начале ритмом, блюз и рок-н-ролл, который я услышал на тогда еще катушечках, вот этих бобинах отцовских, меня зацепил прежде всего искренностью, мощью, сексуальностью, такой честностью, что ли, я не знаю. В общем, настоящая литература, музыка, которая выйдет от сердца к сердцу. В окрестных городах у нас нет джазовых клубов, все в районе не менее тысячи километров от нас. Соответственно, возвращение этого формата и позволяет нам проводить такое замечательное мероприятие, как блюзовый фестиваль. Продолжение следует...